Здравствуйте! В эфире программа «Процессы итоги недели» и сегодня она проходит не совсем обычном формате. Судья Данилкин в очередной раз продлил срок содержания под стражей для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по ходатайству прокуроров до 17 мая 2010 года. Смотрите комментарии адвокатов. Это постановление является образчиком того, как российские судьи, как российские суды вообще обходятся с мерой пресечения, то есть с нашей с вами свободой и личной неприкосновенностью. Причем в постановлении судьи содержится ссылка на статью 5 Европейской конвенции, но выражения и слова, употребленные в этой статье, судом во внимание не принимаются. Мы обязательно обжалуем это постановление. Мы считаем нужным, во-первых, исчерпывать все средства правовой защиты, Во-вторых, есть такие явно несоответствующие духу и букве Европейской конвенции выражений, которые просто нельзя ставить без реагирования. Так называемые государственные обвинители исполняют заказ. Это исполнители, и в общем они делают то, что им, так сказать, велено. И ни одного аргумента защиты, ни юридического, ни фактического, суд не оценил и не сказал, почему отверг, то это постановление назвать законным просто нельзя. В эфире программа «Процесс итоги недели», и сегодня в студии пресс-центра Михаила Ходорковского и Платона Лебедева политолог Дмитрий Орешкин и журналист «Новые газеты» Вера Челищева. Добрый день. Сегодня день, когда в очередной раз Хамонический суд продлил срок содержания под стражей Михаилу Ходорковскому и Платона Лебедеву. Сегодня Карина Москаленко на суде предложила судье Данилкину совершить маленький подвиг. И в этом смысле я хочу привести отклик нашего посетителя сайта, который такой сделал ироничный комментарий. Он написал «Ежедневник Данилкина на 12 февраля 2010 года. 9.00 совещание с собой в здании суда, 12.00 обед и 13 подвиг». Но как оно произошло на самом деле, думаю, мы начнем с Веры. Вера, что было сегодня? На самом деле подвига никакого не было. Судья очень подробно и долго излагал доводы обвинения о том, что подсудимые могут скрыться в случае освобождения за границей, уничтожить доказательства, каким образом он не пояснил, что они могут оказать давление на свидетелей. Ну, в общем, перечислил абсолютно все, что сказали прокуроры. Очень подробно и долго. И буквально два предложения о словах защиты, о том, что они отнеслись с критикой к ходатайству. Ну, собственно, и все. И там несколько слов о том, что они говорили о гуманизации уголовной системы в стране. Все. И на этом он подвел итог, сказал, что подлежит удовлетворению просьба прокуроров продлить арест. История повторяется. Да, это было быстро, и никакого подвига нет. Все, конечно, ожидали, что... Потому что накануне Михаил Ходорковский выступил с довольно жесткой речью. В адрес и прокуратуры, и отдельных следователей. И Карина Москаленко рассказала о том, что прокуроров и всех людей, которые замешаны в этом деле, в принципе, потом ждет какая-то ответственность персональная. Ну, Карина Акоповна говорила о 14-м протоколе. Да, о том, что наконец-то Россия ратифицировала, и все-таки чего-то придется ждать прокурорам. Стоит ждать. Вот. Но это была очень такая... Не произвел их впечатление. Ну, прокуроры откровенно смеялись. Еще на этой неделе был очередной свидетель, который также подтвердил Дмитрий Малой, который сказал, что никакого преступления он не обнаружил. Ну, да, Павел Малый, это юрист ЮКОСа бывший, и очень такой профессиональный человек. И он сказал, что прибыль у компании была, о хищениях я ничего не слышала. Хотя работал там, вот, общался с Василием Александровным, ну, я вот с руководителями какими-то там, но я ничего не слышала о хищении нефти. То есть достаточно сказал, чем он занимался, чтобы компания была прозрачная, она пыталась выйти на международный уровень, что и делала. Все. Лена, в вашей памяти, это какой уже по счету свидетель обвинения? Это где-то 55-й, 56-й, ну, то есть мы уже шестой десяток. Перевалили. Дмитрий Борисович Орешкин был на суде на этой неделе. И вы сказали, что, вы сделали даже какой-то прогноз о том, как влияет то, что Михаил Ходорковский и Платон Лебедев до сих пор находятся в тюрьме, на их общественно-политический рейтинг. И как же? Проходят годы. Понятно, что люди как-то лучше жить не начинают. Вроде как Ходорковский сидит, а богаче мы не стали. Порядка тоже больше не стало. И эта вот матрешка переворачивается в противоположное направление. И чем меньше люди доверяют Путину Медведеву, а это постепенно обозначается тоже, ну, потому что уже приелось, тем больше по закону этого равновесия они склонны приподнимать в своих глазах невинно пострадавших. И поскольку люди, избиратели, большинство, тоже чувствуют, что их понемножку прессует, они начинают испытывать солидарность вот с этими двумя. И вот это абсолютно, даже с точки зрения той же самой власти, контрпродуктивно. Это не только уже репутационная история. Она уже просто расшатывает власть. Ну, понимаете, как, пользуясь вот такими красивыми, пафосными выражениями, это хуже, чем преступление, это ошибка. Вот с точки зрения политики, это ошибка. По некоторым причинам, по наборам, качествам. Понятно, что было очень что-то нехорошее с приватизацией, с этим самым Байкал финанс-группой и так далее. Понятно, что сейчас представлен счет на 98 миллиардов долларов. 98, не 98, а сколько-нибудь да получится. И вот эта машина начинает мотаться, и вот она из России тянет. Значит, или мы отвечаем на этот вызов, или мы делаем вид, что у нас болеет представитель, там еще чего-то. В общем, прикидываемся вещь мешком. Тогда мы изолируем себя от той же самой Европы. А у тех же самых добрых людей, которые держат Ходорковского с Лебедевым за стеклом, у них счета в этой самой Европе. Нельзя ссориться. Хотя бы в этом смысле ошибка. Другая ошибка – это вот то, что власть накручивает популярность им. Это тот самый случай, про который Анна Ахматова сказала про Бродского. Какую биографию делают нашему рыжему? Вот они делают биографию этим двум людям. И третья ошибка – это, понимаете, когда смотришь на это со стороны, очень отчертливо понимаешь безумие советской системы вообще. Потому что, когда я гляжу на прокуроров, я понимаю, что это люди, которые, в принципе, не привыкли работать. Они не привыкли преодолевать сопротивление. Они привыкли, что они аристократы, что все их слушаются. Верно. На процессе сопротивлением являются и адвокаты, и Михаил Ходоковский, и Платон Лебедев. Как сторона обвинения и судья воспринимают их выступления? Очень четкие и лаконичные, судя по рассказам тех, кто там слушал это все. Ну, как воспринимают? Ну, во-первых, судья внимательно все слушает и записывает какие-то свои бумаги. Что касается прокуроров, то вот им не нравится вот это, они считают это умничаем. Умничаем. Когда там Ходоковский выступает, Лебедев, гениальный финансист, все об этом знают. Когда адвокаты выступают, вот я уже приводила пример, что они смеялись, да? И так у нас каждый день. Вера, вы уже сколько работаете на этом процессе? Ну, с марта 2009. Сколько дней? У вас уже за сотню дней перевалило. 156-й. Вот 156-й рабочий день в Хамовническом суде в качестве судебного репортера «Новой газеты». Вы это видите просто изнутри. То, что вы пишете, не все же попадает в статью. Ну, естественно, да. Ну, с прокурорами у меня как бы все однозначно и все просто. Мы друг друга не любим. Ну, в чем это выражается? За вами бегает прокурор Ибрагимовый, говорит, больше не приходите на себя. Нет, ну, иногда она в публичных выступлениях комментирует статьи в «Новой газете», вот, называет их «чудо» статьями и клеветой. Иногда замгенпрокурора Грин звонит главному редактору «Новой газеты» и просит сменить корреспондента. Вот. Ну, вот это в этом выражается все. А что касается подсудимых, то, как бы, вот такая установилась какая-то все-таки связь, потому что ты вот… Они уже стали родными, вот, для нас людей, кто постоянно там присутствует. По вашим наблюдениям, в чем черпают силу Михаил Ходорковский и Платон Лебедев? Этот вопрос многие люди задают. Во-первых, за счет, наверное, их образования, за счет уровня их какой-то вот компетенции, за счет того, что вот они такие, это во-первых, да?